Иногда Краша этого города Не было в Европе Славный рыцарь Кракус Убил дракона По здешнему смока Охранявшего это место От добрых людей И основал город имени себя На доброй реке Вистуле-Висле Здесь В замке Вавеле Хоронили польских королей Здесь На них пятьсот без малого лет возлагали На следственную корону Здесь кричали в парламенте Сейме не позвалим Депутаты от Руси Украины Их слово было Закон в Речи Посполитой Польско-Литовской Потому что были они Народ шляхта А законом государства Была золотая шляхетская вольность И вот здесь На королевских гробах Основал Третий Германский рай Своё генерал-губернаторство Польша И именно отсюда Вознамерился он Править землями До Урала И когда русский меч Вознесла родина-мать Над пришедшей по её душу Объединённой европейской Гитлеровской сволочью Тогда Решили супостаты Взрывать за собой Все славянские города Великие Знаменитые красотою своей И был Краков Город В числе первых Обречён Ими Чёрными Смоками Драконами На заклание Истребление И полное Уничтожение Но явился Тут Витязь Светлый Витязь Из земли Что на доброй реке Днепре Екатеринаславской Земле Которая после Стала Днепропетровской И был тут Витязь Днепропетровским Пацаном Вот тут Крестили его родители Учился в четырёхклассной Заводской школе В посёлке Чечилов При Брянском заводе Что в Екатеринаславе И как куповину Ему резали На учительном Евангелии В переплёте Из бычьей кожи Ну твёржей вещи Просто не нашлось Под рукой То и сказали Что будет мальчик Учителем Прошло время И этот мальчик И вправду Стал учителем А не прошло И восьми лет Как этот мальчик Взял и спас Краков Вот этот самый Краков Которому завидовали Париж и Флоренция А Лондон и Вена Так даже не завидовали Просто отдыхали И на балконе Нера накурили Только о герое Как и о тысячах Иных героев Никто не знал И знать не хотел До тех пор Пока кто-то По мнению разных людей Муза Судьба Жажда славы Или что-то десятое Не привело Одного популярного писателя В совершенно секретный архив Семенов Это был псевдоним писателя По имени Репрессированного Отца Звали писателя Юлианом Он уже был модным Плодовитым Вхожим в высокие кабинеты И службы Еще не написал Семнадцать мгновений весны Еще только попал В архив Министерства обороны В Подольске И дорвался До особых папок Главного Разведывательного управления И тут падает К нему В руки Папка С истории Где есть И спасенный город И смертельный риск И роковая любовь И сколько ты хочешь Погонь Перестрелок И явок Уже и в Польшу Писатель съездил И по всем Краковским Адресам героя Прошел И в ресторанчике Французского отеля Посидел на углу Улицы Святого Яна Там, где его герой Узнал, что Краков Собираются взорвать И сценарий у Юлиана Семенова Уже был готов Многосерийного Телефильма Майор Вихрь Где будет герой Красавцем Мужчиной Вот таким Скажем Вот ваша легенда Товарищ Вихрь Вихрь Это не очень громкий псевдоним Может быть лучше Ветер Ветер уже есть Но обязательно Герой погибнет Вместе со всей его группой Во-первых Чтоб зритель плакал Во-вторых Не может же разведчик После такого И живым остаться В-третьих От героя Ни слуху Ни духу Значит И концы в воду Товарищ Семенов Про скромность Березняка Вы правильно заметили Сказал автору Консультант Из высокого кабинета Только я вас Не знаю Обрадую Или разочарую Жив он И вся его группа Жива Вот тут кончается Былина И героическое сказание И начинается Реальная жизнь Как говорить Живым героем Если ты его похоронил И аванс на студии получил За мертвого А не за живого А если у него Ни крыльев Ни орленого взгляда Ну делать нечего Позвоним Добрый день Это голос Сразу взял быка за рога Писатель Семенов И после долгой паузы Да, это голос Я вас слушаю Пусть останется герой Голосом И для нас Старым Молодым Говорящим по-русски И по-украински Одинаково Свободно Усталый И все понимающий Голос С 43-го По весну 45-го года Это еще было Позывной Самого героя И все его группы Голос И поэтому Сказал писатель В трубку Учителю Вы уж не обессудьте Что в фильме Вы будете гибнуть Ну что ж Подумал учитель Значит это будет Мой последний урок А где вы нашу историю Откопали про Краков По любопытству Учитель В Подольске В архиве военном Отвечал писатель В Подольске А я в Подольске На День Победы В 45-м Проверку проходил Доказывал Старшим товарищам Что не был В Кракове Завербован Гестапо И вот первый вывод Который Живской район, Днепропетровщина. И там пацанов вводил в походы и первый раз в жизни прыгнул с парашютом с заброшенной тогда колокольной. Будто уже знал, что пригодится этот навык. Видит учитель Березняк человек отчаянный. Вот пусть свои 26 лет возглавит городской отдел образования во Львове. А ведь когда в столицу Галычины Красная Армия вошла, был этот город на 70% польский, на 20% еврейский и только на 10% украинский. А присоединили-то его к Украине. 80% школ с польским языком и только 3% со вчерашней хлопской мовой. Так что перед тем, как спасти европейский Краков, Евгений Березняк очень быстро превратил было польский Львов в украинский. Такая была политика реальных объединителей Украины. И так рьяно объединял, что заслужил личный донос депутата Верховного Совета СССР, бывшей краковской учительницы, а тогда уже депутата Ванды Василевской, товарищу Сталину. Товарищ Березняк извращает национальный вопрос. Он вытесняет традиционно главную во Львове польскую культуру ради украинских крестьян. Прошу немедленно прислать партийную комиссию из Москвы для оценки деятельности товарища Березняка. Точка. В середине июня 1941 года будущий герой Юлиана Семенова сидел во Львове на чемоданах и сушил сухари. Первый секретарь обкома от него открестился. Мол, Березняк двигает украинское образование во Львове, не советуясь с партией. Так дочь бывшего министра иностранных дел Панской Польши, краковская учительница и советская писательница Ванда Василевская чуть не закопала заживо Днепропетровского учителя и будущего спасителя Кракова. С товарищем Сталином у Ванды Василевской были таинственные, особые отношения. Она считалась всесильной. Березняка от нее спасла только война. 21 июня 1941 года закончился учебный год и мы собрали лучших учителей первого года обучения в украинских школах Украины. Собрали на торжество. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Партии больше некогда было разбираться в тонкостях украинского образования во Львове. Боец львовского истребительного отряда «Березняк» уже в конце лета был переброшен домой в Днепропетровск, а потом и в прежнюю степную глубинку. Учитель сельской школы – это было идеальное прикрытие для подпольщика. На родной Днепропетровской земле 27-летний Евгений впервые стал нелегалом. Районный комитет партии, власти партийные могли только дать центнер газетной бумаги для выпуска листовок. Ленинградский машинку, пишущую с широкой кареткой, примитивный множительный аппарат, получил пистолет на ган. Представляете, как в той ситуации можно было убеждать население в нашей победе, когда немцы уже окружали Ленинград. В этой-то обстановке Березняк слушал Совинфорумбюро, печатал листовки, учил детей грамоте и счету. Последние ученики ушли из жизни в прошлом году вместе с ним, а еще учил не бояться. И учился не бояться сам. Тогда, сбежав на солнце в хутор от перепившихся при обыске полицаев, и, пересиживая среди поля в ржавом комбайне, 40-градусный мороз, он понял, пока человек жив, он победитель, и в любой момент твою катастрофу ты можешь превратить в победу. Только не сдавайся. Помни, простые вещи. Свои могут быть так же опасны, как чужие, потому что человек слаб, и директор соседней школы не пустит тебя переночевать даже в коровник. И что самогон в стане врага иногда полезнее листовок. И что женщины менее склонны к предательству, чем мужчины. Вот здесь, на проспекте Карла Маркса в Днепропетровске, его связная Мария Блудова спасет его, буквально упав сверху в гололед и не дав выстрелить в ударившего его немца. В разоренном Днепре Березняк будет грузчиком и щитоводом в немецкой фирме и будет продолжать свое листовочное дело, пока не придут наши. Но в итоге все, что оставит писатель Юлиан Семенов от Днепропетровской школы жизни, от ее уроков, это единственная фраза в фильме про легенду майора Вихря, под которой его начальство направило потом в Польшу. На случай провала Савельев Кирилл Алексеевич из Днепропетровска. Здесь подробный текст вашей истории. В военной суматохе все забыли про его львовскую самодеятельность 41-го года. Его кремлевская недоброжелательница Ванда Василевская ездила по фронтам и писала сценарии для военных киносборников. Ее родная Польша в четвертый год была имперским генерал-губернаторством. Березняка нашли кураторы из военной разведки и забрали в московскую ускоренную школу. Два месяца сто лучших спецов учили двадцатку избранных студентов, связи, умению рубить хвосты, уходить от погони, диверсионной работе и прочим тайным ремеслом. Только с парашютом обращаться он уже умел. Он был готов к новой работе. Не это ли было его призвание? Первый украинский фронт Ивана Конева, героя форсирования Днепра на родине Березняка, готовил операцию на польской земле. По фронтовой разведке и родилась группа с позывным «Голос». Боевой приказ радиоаффицированной группе «Голос». В ночь на 19 августа 1944 года авиадесантам убыть на выполнение задания. Состав группы. Радистка Жукова Ася, Груша. Помощник командира Шаповалов Алексей, Гроза. Командир Березняк Евгений, он же капитан Михайлов. А дальше все было как в фильме. Вихрь, настоящий вихрь, разбросал парашютистов. Заснувшего было в лесу капитана Березняка, взяли польские жандармы с кучей денег, пистолетом и питанием для рации. И оказался он вот здесь, в камерах старой краковской тюрьмы Монтелюпи. Уже отсюда его забирали спецы из местного гестапо. Жандармы меня даже не допрашивали. Они для первого допроса отдали мне в гестапо. Причем в гестапо, приехали за мной из Кракова, из управления гестапо, посадили меня в автомобиль шикарный. С двух сторон у меня были немецкие молодчики, такие гитлеровские гестаповцы были, с пистолетами. Я был с ручной браслеткой. Меня шикарно подправили, перевезли в Краково. Следующий гестапо после первого допроса зашел ко мне в камеру смертника и так с иронией сказал, «Знаешь ты, что тебя ожидает после этой камеры?» У нас для этих людей, которые побывают в этой камере, есть три пути. Первый путь – расстрел. Второй путь – вешение. Третий путь – гейлотина. Поэтому, когда я был в камере гестапо, после этих заявлений следователя, я принял окончательное решение дать легенду, по которой бы немцы меня вывели в людное место, и чтобы я на людях бежал и получил смерть на глазах у людей, а не в Дрездене на станке. Так что на краковский рынок тандента в сердце обреченного еврейского гетто Березняк шел с мотивацией самоубийцы. Он ни на что не надеялся. Увидел своего следователя, что он только связной, марш-агент, а его розовый платок, голубой костюм и карманные часы Омега выведут его на неизвестного пока советского резидента. Доверяя своему ангелу-хранителю, сделали бы мы сейчас вывод из этого урока. Но помнил ли тогда молитвы разведчик Березняк? Этого уже никто не знает. Этого не узнал и писатель Семенов. Ангелами голоса вихря стали базарные валютчики, на которых полиция проводила облаву. Теперь все решали явки краковского подполья. И еще одна персона, радистка Лиза Вологодская, та самая, что успела передать нашим о гибели своей группы. Голос не только нашел своих, он попутно еще и собрал из поляков диверсионную группу и стал, как мы теперь говорим, бомбить немецкие учреждения. Это было нарушение всех правил нелегала. Тебе же нельзя переходить к наступлению в тылу врага. Тебе следует лишь передавать информацию в тыл. А еще он использовал помощь бойцов армии Краевой, которая отчитывалась своему правительству в союзном Лондоне, а не в Москве. И это сквозная тема его последнего урока. Делай, что должно, и будь, что будет. Благодаря радиоточке Лизы он собрал группу заново. Устроил своего зама Лешу Шаповалова грозу на оборонительные работы. Шаповалов первый нащупал информацию, что Краков готовят к роли каменной западни для советских войск. Но никакой конкретики не было. Где находится кончик клубка нужной информации? Как его подцепить? И тут, когда Лиза передает информацию с польского хутора, немцы пеленгуют передатчиком и берут с поличным ее и хозяев, семью врубили. Полметра дощанной перегородки отделяет немцев от Березняка. Но угробить все дело ценой быстрого подвига это не тот урок, который сейчас нужен. Что останавливает героя от первого выстрела? Его останавливает тайна. Тайна, которую люди называют внутренним голосом. Потому что после пары тройки допросов, услав коридор охранника, следователь Лизы Гартман внезапно обращается к ней на чистом русском языке. Ты мне поможешь выйти на русского резидента, а мне есть что ему сказать. Я же помогу тебе бежать. Я погорел на твоей коллеге, на русской радистке. Я в нее просто влюбился. Ее отправили в лагерь, а я готов дождаться конца войны и поражения Рейха, чтобы ее найти. Это нельзя придумать. Это как плохое кино. Даже Юлиан Семенов отказывается. От этого романического сюжета он решает, что Гартман просто не верил в победу Германии и готовил себе запасной аэродром. Но так или иначе, Гартман выводит Березняка на главную линию их общей судьбы. В Виттлеровце была такая задумка. Заминировать в Краке знаменитый Вавель, резиденцию королей польских, знаменитый Мариатский костел, Егелонский университет, Сукиницы, вокзал главный и так далее, и так далее. Немцы хотели это злодеяние учинить после того, когда зайдут наши войска. У немцев, как и у наших, главные моменты внимания разведчиков это служебные перекуры и корпоративные попойки. На перекуре личный секретарь наместника Польши Ганса Франка Фридрих Эйке рассказывает Гартману, куда пущены подрывные кабеля, вдоль каких улиц Кракова идут они по канализационным и прочим коллекторам. Оставалось только найти Центр управления Большим взрывом. Цепочка такая. Дислокация инженерной части гарнизона, попойка типа жандармов с реальными немецкими саперами. Ищите женщину военного инженера Пекеля. Нашли и женщину, и Пекеля. Нашли и форт Пастерник, где сходились все провода. Первый украинский фронт с этого форта и начал освобождение Кракова. Все. Дальше были только судьбы спасителей. А дело было сделано. Я никогда и нигде не говорю, что я спас Кракову. Я никогда нигде не говорил и не буду говорить, что моя группа спасла Кракову. Нет, ничего подобного. Краков спасли наши войска. Наша армия спасла. Мы помогли. Мы помогли. Помогли мы как служащие этой армии, как бойцы этой армии. 20 лет после войны в Польшу он не мог въехать. Разборки со СМЕРШем в подмосковном лагере НКВД номер 174 икались бы ему и дальше. Но Юлик Семенов, сын репрессированного по ложному обвинению журналиста-патриота, стал спасителем и Евгения Березняка. По моей деятельности в военной разведке не имел права знать никто. У меня мой родной отец жил 10 лет после войны. Он не знал. Никто с моих родственников не знал. Никто с моих сотрудников главного управления в школу Минпроса, а у меня было 60 человек. Не знал, что я военный разведчик. Слишком долго жил Березняк Евгений Степанович. 100 лет без 3 месяцев. Это не всегда радостно для героя, если он остается в здравом уме и в твердой памяти. Он застал в том числе и первую половину 90-х, когда упали все стены и поехали все крыши. Когда все вороны получили корм и все крысы вышли из подвалов. Перед конференцией в честь 50-летия освобождения Кракова к нему в гостиничный номер принесли городскую газетку. На ее первой полосе был призыв к краковянам игнорировать дату спасения своего собственного города, поскольку это сделали дикие и неумытые советские воины. Его земляки украинцы, призванные из Днепропетровщины, Черкащины, Кировоградщины, теперь объявлялись новыми гуннами, которые лишили вольную Польшу радостей европейской цивилизации. Я выступаю так. Беру газету и читаю газету. Гробовая тишина. Я кажу, я обращаюсь к вам, господа, к тем, кто поддерживает авторов такой публикации. Они есть в зале. Почему вы меня называете оккупантом? Почему вы называете мою радистку оккупантом, которой было 18 лет, когда она летела на задание к вам? Почему вы нас называете оккупантом? Мы летели к вам для того, чтобы помочь вам освободиться от немецкого фашизма. Уже тогда, когда в нашем государстве не было оккупантов. Мы знали, что 75% погибает на этом задании. А почему же вы их оккупантами называете? Почему вы называете оккупантами 1800 солдат и офицеров советских, которые погибли на улицах города Кракова? Почему вы их называете оккупантами? Какого же я оккупант? Я у вас квартиру не просил даже в Кракове. А вы меня оккупантом называете. А вы знаете, что если бы не наша разведка, не наши солдаты маршала Конева, то не было бы университета, в котором мы сейчас заседаем. Не было бы в Вавиле резиденции королей польских, которая известна всему миру и является нулевым объектом ЮНЕСКО. Вы знаете, что не было бы театра Словацкого, не было бы Сукиниц, не было бы Марианского костела. Все же было заминировано, все подлежало уничтожению. Гробовая была тишина, и потом под конец моего выступления все поднимаются, бурные аплодисменты, и стоя приветствуют мое выступление. Я потом убедился, что большинство поляков, так как в нас людей порядочные, но сволочи есть, так как и у нас есть сволочи и множество порядочных. Память, восстань из праха, восстань из маразма, изглумления и изничтожества. Память, будь собой, человек, будь собой. Редактор субтитров Корректор субтитров